Всем здорово, ребят! С вами, как всегда, Юрий Кот. Мы продолжаем смотреть обновление по игрушке Сабнатика. Это версия Экспериментал июнь 2017-48983. И да, произошли некоторые изменения. Это анимация, это, собственно говоря, голосовая составляющая. Теперь с нами Император. Морской Император, который заточен в аквариуме в главном исследовательском комплексе, разговаривает с нами немножко по-другому. И, насколько я понял, диалоги переписаны. Спасибо за то, что участвуете в жизни канала. Пишите комментарии, даете какие-то советы. Я к ним прислушиваюсь. Да, немножечко я опаздываю, возможно, по обновлениям примерно где-то на сутки. Но пока как получается. Я попробую в этой серии все исправить. В прошлой серии, под прошлой серией в комментариях, вы мне написали, ну, чувак, если ты поставил все фигурки на столе, значит, там есть машинка, там есть... Че у нас там было? Давайте просто посмотрим, что у нас тут вообще имеется. Необычная кукла. Собственно говоря, это единственный элемент, который я не показал. И сейчас я это исправлю. Там у нас еще был телескоп. Не телескоп, а микроскоп. Вот. Микроскопчик у нас был, который был неработающий. Мы все это выстроили вот так вот на столе. И да, я совсем забыл про куклу. Просканировать там ее просканировали. Появляется она в разделе прочее. Вот здесь самое последнее. Для изготовления необходимо стекло и титан. Ну, давайте посмотрим, что она умеет. Дело в том, что если подойти и нажать «Использовать», она будет издавать различные звуки. Но это занято на самом деле. Даже музончик есть, смотрите. То есть, если вам не хватает какого-нибудь магнитофона, мафончика, можно использовать эту кулуку как увеселительный вариант. Время препровождения, наверное, своего. Не знаю, ребят. Значит, дело заключается в следующем. По всей вероятности, эти звуки как раз таки издает на своем канале летсплейщик марки Player. Вроде бы я правильно произношу его ник. И, собственно говоря, разработчики решили это все добавить в куклу. Вот такие вот дела. Ну что, по кукле вроде бы как бы все. Давайте отсюда выйдем. У нас ночь, я хочу позвать день. И сейчас пройдем снова тем же самым маршрутом. Я увидел, что прошлая серия хорошо зашла. Вы все ее оценили, за что вам огромное спасибо. Но обновление, обновление, обновление. Постоянно к нам приходят разработчики. Вообще огромные молодцы. И, как вы понимаете, информация имеет свойство устаревать, становиться неактуальной. И теперь есть, ну, более интересный и новый момент. Для того, чтобы нам вернуться туда, мы вызовем снова командой Готта. Наверное, не аквариум, а тюрьма. Давайте переместимся и посмотрим, как теперь это все выглядит. Хорошо. Сейчас у нас прогрузится мир. Возьмем, наверное, глейдер. Здесь у нас орет тошнотворными криками просто морской дракон. Как всегда, он никуда не девается. Он, ребят, никуда не девается. Но, насколько я понял, нужно отплыть немножечко подальше. Для того, чтобы мы услышали, услышали новый голос, новую озвучку морского императора. Который, видимо, проникает нам в голову. Пошло. То, что ты ищешь. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Ну все, теперь я иду туда жениться. Это женский голос, друзья. Это очень круто. Вся озвучка в игре на английском языке. Есть, конечно же, русские субтитры. Но нам не мешает это как бы играть. Это диалог номер раз. Теперь нам необходимо пройти через эту дверь. Все как обычно. Ну и попытаться, попытаться что-то там сделать. Знаете, чего мне не хватает здесь? Конечно же, нам необходимо сделать экзокостюм для того, чтобы подобывать каких-нибудь кристаллов. Для этого мы, наверное, возьмем стыковочную шахту. Поставим ее здесь. Пройдем вовнутрь. Сделаем необходимое приспособление. А именно, бур. Больше нам как бы ничего и не нужно. Совсем я забыл, когда готовился к серии. Но, надеюсь, вы меня простите, потому что я сейчас просто, просто очень сильно, как это говорит, затурканный, наверное, да? Так, возьмем теперь вот эту вот штуку. Модификационная станция транспорта. Поставим ее куда-нибудь сюда. Подойдем к изготовителю. И да, ранец нам, в принципе, не нужен. Нам необходим только бур, костюм и креветка. И непосредственно уже в самом вестибюле мы сделаем сам костюм для того, чтобы подобывать кристаллы. В прошлой серии я показывал, как это все работает. Давайте отсюда уплывать. Позовем сейчас с командой, значит, откроем дверь. Unlock doors. Называется, кто не помнит, вспоминайте. Сейчас продемонстрирую еще раз. Хорошо. Проходим. Идем наверх. Ну, в принципе, по аквариуму, по насосу ничего не поменялось. Анимация артефактов осталась вроде бы на прежнем уровне. Кристалл все так же быстро разрушается, но потом очень долго спавнится. Так-с, есть такое дело. Давайте зайдем в него. Добро пожаловать на борт, капитан. Да, и тебе привет, дружище. Давненько мы с тобой не виделись. Аж целых два дня остановимся на вот эту штучку. Нам необходимо добраться до модификационного отсека, доступ к улучшениям. И загрузить туда, собственно говоря, этот бур. Вот так это все работает. Теперь обойдем. И начнем потихонечку все это дело пилить. Сразу сделаю, потому что, да, есть некоторые изменения, отличные от прошлой серии. Теперь для инкубатора нам необходим вот такой вот ионный кристалл. Также нам необходим ионный кристалл для телепорта. Добавили анимации. Теперь наши мальки морского императора, они плавают. Теперь они не просто, знаете, в таком согнутом, покореженном состоянии. У них теперь развиваются щупальца. То есть они двигаются, все вполне себе даже неплохо. Сейчас мы обязательно на это посмотрим. Ребят, хотите чаще сабнатику? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропускать. Я вижу, что вам явно нравится. Так, здесь нам больше делать ничего не нужно. Мы идем теперь к бассейну. К кормушке, как я ее называл в прошлой серии. Для того, чтобы увидеть диалог под номером 2. Ныряем, друзья. Хорошо. Есть такое дело. Немножечко пониже спустимся. И сейчас наш морской император, а императрица, покажет нам свое доброе личико и, естественно, поговорит с нами. КПК. Данное существо, по всей видимости, является источником неизвестных звуковых волн. Вот такие вот дела. А взамен у меня есть ты. Хорошо. Ребят, я специально не читаю, потому что я хочу, чтобы вы слышали эту озвучку. Она действительно прекрасна. И многим под прошлым видосом мне понравилось, как я озвучивал диалоги. Кого-то это слишком раздражает. Ребят, напоминаю, что угодить я всем, конечно же, не могу. И, судя по оценочной системе, инструментарию Ютуба, большинству понравилось. А меньшинству не понравилось. Но такое периодически бывает. Теперь нам необходимо с вами припхаться к инкубатору. У нас есть, значит, три ионных кристалла, которые мы сейчас задействуем. Насколько я понимаю, инкубатор у нас развернули. Никаких супер-мегаэффектов сюда не добавили. Теперь, если буду опускаться на сам инкубатор, то морской император, он не будет никак реагировать. Но он будет реагировать непосредственно уже на... Вот, видите, поставили кристаллоприемник. Так, где он у нас? Вот он, вот он, ребят. Вот сюда можно вставить топливный кристалл. Но мы пока этого делать не будем. Давайте перейдем сейчас к самому телепорту. Насколько я понимаю, этот чувак должен сейчас... Чувак, чувиха, император, он должен сейчас сюда приплыть. Но это не происходит. Видите, через текстурки, в принципе, видно, что там находится топливный кристаллоприемник. Но здесь есть определенная последовательность. Если мы будем двигаться не в правильном направлении, то либо не будут проверываться все диалоги, либо игрушка сломается и все пойдет не так, как нужно. Теперь он по-другому плавает, насколько я понимаю. Все это дело можно просканировать, но делать это, естественно, не обязательно. Теперь, главная вот эта штука, которая стоит, при помощи которой будут влупляться эти детеныши морского императора, она уже не высвечивает две кнопки. Вы помните, это был чип и ферменты специальные. Давайте попробуем запихнуть сюда сейчас топливный кристалл. Теперь он сидит, кстати, напротив. Вот, начинается движуха. Если ты можешь слышать, ты можешь помочь. Ну, в принципе, все логично. Теперь давайте снова пройдем к телепорту, потому что что-то должно произойти. Видите, он предпринимает попытку сдуть песочек. Да, действительно, он сдувает. Я почему-то думал, что это будет происходить при помощи его щупальцы. Одной из, а может быть, и при помощи всех щупалец. Но нет, он сдувает. Он сдувает лицом, сдувает песок. Я не знаю, как это работает, но окей. Я, в принципе, не против. Главное, что эта анимация есть. Телепорт мы с вами завели. Это очень хорошо. Теперь мы можем спуститься. То есть, видите, он нам указывает на этот телепорт. Я отдаю тебе секрет добровольно. Надеюсь, ты меня не разочаруешь. То есть, речь сейчас идет, видимо, о как раз-таки том самом ферменте. Видите, мы сюда вставили топливный кристалл, ионный кристалл. Все, эту штуку активировать нельзя. Но, если мы подплывем к самому инкубатору, к этой главной панели управления, то здесь будет написано ввести инкубационные ферменты. Где же их взять, эти самые ферменты? Мамашка сидит, наблюдает, значит, за всем этим делом. А мы с вами сейчас заспавним смотровую, смотровую, почему смотровую? Многоцелевую комнату, потому что нам необходим изготовитель. Понятное дело, что есть еще специальные консольные команды, а в обновлении мы смотрим именно с ними для того, чтобы скрафтить, ну, побыстрее это все сделать. Но я должен показать, где они находятся. Они валяются там уже какое-то время. Мы перейдем сюда, возьмем, поставим изготовитель, подойдем к нему вплотную. И вот здесь, в ресурсах, в дополнительных материалах, есть инкубационные ферменты, для которых необходимы образцы водорослей в количестве 3 штуки. Это очень неудобно. Объясню почему. Мы с вами находимся в аквариуме. В этом аквариуме нет водорослей. То есть получается что? Что по сюжету, по режиму выживания, нам придется куда-то плыть, где эти водоросли будут, и где-то их добывать. Как вы понимаете, эти водоросли в основном находятся там, где у нас лес сталкеров. То есть на всяких отмелях и подобных локациях. В общем, где они все и растут. Здесь их нет. Может быть их сюда добавят. Может быть нам придется сюда притащить их. Но сама суть заключается в том, что после того, как мы захотим подойти к финалу самой игры, и нам понадобятся водоросли, нам придется отсюда сваливать. Понятное дело, что скорее всего это можно будет организовать при помощи телепортов, которые находятся наверху. В вестибюле есть 4 комнаты и есть 4 угловых телепорта. Это 2 центральные комнаты. Это инопланетный насос и еще одна комната, которая не доработана. Там еще даже текстуру не натянули, нет освещения. А вот вторая, это насос. И 4 боковых, это те самые телепорты, при помощи которых мы можем с вами телепортироваться в 4 различных биома. Понятное дело, что мы можем телепортироваться через вот этот выходной портал. Но все мы прекрасно знаем, куда он ведет. Он ведет к ПВО-притечь, к пушке, которая находится на горном острове, на пиковом острове. И водорослей я там поблизости не видел. Но в любом случае это легче, чем, наверное, ползти с какого-нибудь глубоководного биома. Так, ну что, у нас есть с вами фермент. И давайте теперь подойдем, наверное, запихнем это все дело туда, куда следует, и посмотрим на анимацию вылупления яиц и движения наших мальков. Отлично. Так, это все заработало. Давайте спрячем билдер. Видите, как яичко у нас работает. Раньше они просто разрывались в клочья. Теперь у нас есть детеныши морского императора. Они даже плавают, но как-то деревянненько. Как-то, ребят, деревянненько, поэтому, скорее всего, разработчики еще все это допилят. Смотрите, как танцует у нас малек. Быть может, когда мы встретимся снова, я буду течением океана, что несет семенам новой земли, или существом столь малым, что видит промежутки между песчинками. Прощай, друг. Прощай, подруга. Недолго мы с тобой были в знакомстве и в отношениях. Ну что ж, смотрите. Скорлупа яиц остается. Понятное дело, что можно будет все это дело просканировать. Но все мы знаем, какая информация заложена в это все. И, по сути, смысла как бы нет. Но выглядят эти яйца теперь. Во-первых, они есть. Во-вторых, они выглядят как те яйца, которые находятся наверху в одной из комнат, где препарировали, видимо, одного из таких мальков. Я, честно говоря, еще не до конца понимаю, будет ли он там расположен или нет. Возможно, это недопил. Разработчики работают над этим. Также будем ждать вторую комнату. И еще сюда, в главный изоляционный комплекс, судя по слухам, будет добавлен какой-то мемориал к какому-то чуваку. Я не очень хорошо изучил информацию, но я думаю, что в следующей серии я смогу вам донести. Я так понимаю, что этот человек, он был связан каким-то образом с переводом. Возможно, самым прямым образом. Именно он и переводил игрушку. На китайский вроде бы как язык. Но, опять же, сейчас я работаю по принципу слышал звон, но не знаю, где он. И когда уже все будет, мы с вами, возможно, будем узнавать. То есть разработчики допихивают, допихивают, дорабатывают, доставляют различные отсылки. Вот, например, как летсплейщик, ютубер марки Player со звуками и с лицом. Кукла есть у нас такая. Ну и тачку, конечно же, добавили. Ну что, ребят, вот такие вот дела. Есть у нас с вами детеныши. Мы можем их просканировать. И знаете что? Когда я готовился к этой серии, один детеныш из пяти вот этих вот яичек, он был заражен караром. Но мы же знаем, что по легенде игры это не работает так. То есть все они с иммунитетом к этому заболеванию. Вот видите, этот пишется в норме. Не факт, что я его сейчас найду, потому что мы знаем существа, которые у нас заболевают караром, они рандомно. Вот этот тоже в норме. Тебя, братан, я могу просканировать. Давай попробуем. Так, и еще раз. В норме. Все, мы его просто не досканировали. И вот где еще оставшиеся два, наверное, я их уже не найду. Короче, на нем нет никаких эффектов. Вот, заражен. Видите, ребят, зараженная особь, вот этот детеныш морского императора, он заражен. Что же у нас с вами происходит дальше? Значит, очень много людей, и один из комментариев набрал где-то в районе 70 с плюсом лайков, где вы писали, что чувак, возьми, значит, пропульсионную пушку и перенеси этих детенышей туда, вовнутрь, в этот телепорт, на выход, чтобы мы их разместили где-то на мелководье. Но это так не работает. Я сейчас объясню, что происходит. У нас есть с вами экзокостюм креветка. Так вот, если мы сядем в этот экзокостюм креветка, мы сможем телепортироваться прямо в нем, прямо вместе с ним через этот телепорт. Но как только я забираю... Давайте возьмем пропульсионную пушку. Как только я забираю детеныша, подхожу к этому телепорту, ничего не происходит. Я могу телепортироваться только сам. Сначала я попробовал его запихнуть силой туда. Вот таким вот образом. Тыц! Он пролетает просто через телепорт. И на этом как бы все заканчивается. Я могу забрать его снова и попытаться телепортироваться вместе с ним. Давайте пробовать это делать и посмотрим, что из этого получится. Если я захожу вовнутрь, начинает проигрываться анимация. Пистолет у нас в руках, пропульсионная пушка. Детеныш Морского Императора тоже где-то рядом, но при этом телепортируюсь я один. Второго пассажира мы с вами теряем и он остается там, где он, собственно говоря, и должен оставаться. В аквариуме вместе с мамашкой. Видите, здесь нет никакого детеныша Императора. Поэтому давайте мы с вами вернемся обратно. Посмотрим, где он там застрял. Я не знаю, как этот сюжет будет завершаться. Какие-то основы, да, в целом. Мы с вами знаем, что должна быть ракета, что ПВО будет взрывать корабль Спасательный Солнечный Луч. Но что делать здесь? Хорошо. У нас были комментарии по поводу того, что нужно взять еще вот этот вот ДНК-передатчик. Давайте мы его с вами возьмем. И брать, значит, пробу не у детенышей, как я пытался это сделать, а у самой мамаши. Это тоже, к сожалению, не работает. Возможно, опять же, это какой-то недопил. То есть, если я подойду сюда... Ну, видите, не работает. Не работает эта штука. Давайте, может быть, нам мешают текстуры. Я просто вам хочу продемонстрировать, что не работает это так, как мы все с вами хотели. В телепорт поместить его нельзя. Можно было бы попробовать сейчас этих детенышей морского императора запихнуть другие телепорты. Но, да, давайте посмотрим правде в глаза, что маловероятно это получится. Значит, при помощи анализатора ДНК, передатчика ДНК, я ничего сделать не могу. Хорошо, давайте подниматься наверх. Я хочу, чтобы вы обратили внимание еще на одну интересную деталь. Видите, светящаяся точка вдалеке. Я сначала подумал, что это и есть те самые ферменты. Я могу, в принципе, к ним подплыть. Я пытался пропульсионной пушкой их себе притягивать для того, чтобы положить в инвентарь. При попытках к ней подплыть, к этой штуке, к этой кокуле, которая светится и похожа реально на фермент, ничего не происходит. Она просто исчезает. Взять я ее не могу. Я не буду вам это сейчас показывать, но в целом вы можете довериться мне на слово, что когда я к ней подплываю, я взять эту штуку не могу. Давайте пойдем на опережение, подойдем к самому морскому императору и попробуем как-то с ним взаимодействовать. Где-то в районе головы мне нужно плыть, для того, чтобы попытаться что-то у него взять. Но я не успеваю. Я просто, ребят, не успеваю. Со стороны щупалец, конечно же, это не работает. Давайте попробуем еще раз. Сейчас поплывем куда-нибудь вот сюда. Навстречу. Давайте плыть к нему навстречу. Почему нет? Так будет логичнее всего. Хорошо. Иди ко мне, дружище. Нет, ребят, ничего не происходит. То есть все тщетно. Не работает передатчик ДНК. Ну и, собственно говоря, на этом все заканчивается. Будем дальше, конечно же, смотреть, как разработчики построят сюжет, к чему это все будет приводить. Да, я могу сейчас сходить в пушку, но пушка запустит скрипт начального, самого первого посещения этой ПВО Притечь. То есть там нам будет говориться, типа, чувак, ты заражен, нельзя там делать то-то и то-то, просто уходи. И как бы на этом все. Дальше мы идем по сюжету, по другим базам Притеч, которых тут, ну, 4 больших, крупных, не считая каких-нибудь тайников. Ну, вот так это все работает. Что мы сегодня с вами посмотрели, друзья? Началось у нас все с фигурки, с куклы марки Плеера. Мы увидели, что из нее доносятся звуки типичному всему сообществу летсплейщиков, ютуберов, видеоблогеров в том числе. Дальше мы с вами переместились, собственно говоря, к главному исследовательскому комплексу и увидели, что теперь добавили озвучку, женскую озвучку, вполне себе качественную, и немножечко переписали диалоги. Вроде бы все посмотрели и сделали выводы, что нельзя взять и запихнуть детеныша морского императора куда-то вовнутрь. Это немножко печально, но ничего страшного. Это значит, что у нас с вами будет немножечко больше серий по Сабнатике, которые вы все так любите. Я надеюсь, что вам понравилось. Если так, не забывайте ставить лайк, подписывайтесь на канал, не забывайте про второй канал, на котором у нас проходят стримы по сюжеткам и более старым игрушкам. Давненько там ничего не было, конечно же, но мы будем исправлять эту ситуацию. Также есть паблик ВК. С вами был Юрий Котс, а пока, мои хорошие, всем до новых встреч и до новых видео. Скоро, обязательно. Увидимся!